алексей пишет посоветуйте пожалуйста если я не могу водить свою дочь в храм самостоятельно ее водит бабушка могут быть у ребенка какие-то ну как это объяснить в общем батюшка сказал что должны водить родители а я не могу ребенок будет из-за этого по-другому ко мне относиться психологическом плане это как влияет на наши отношения спасибо алексей за вопрос с батюшкой нельзя не согласиться потому что в любом смысле и психологическом и в духовном и родители должны водить детей в храм почему так почему родители должны для того чтобы привить любовь ребенка к чему-то важно чтобы мы родители делали это совместно с ним для ребенка важно именно соучастие со творчество сотрудничество некая форма взаимодействия с родителями именно тогда они формируются внутренне и действительно эту любовь потом очень сложно сломить а дело в том что когда наши родительские функции выполняют кто-то другой это может быть бабушка это может быть няня то у ребенка не будет такого желания и рвения делать это почему потому что для каждого ребенка прежде всего важно внимание родителей и он пытается всячески его заслужить конечно очень хочется задать вам вопрос а что же это за такая причина по которой вы не можете водить ребенка в храм и здесь такая ситуация что если ваш ребенок еще зависит от того какой у него возраст если он уже умеет говорить и вы ему можете объяснить по какой причине вы не можете водить его в храм то здесь все будет зависеть от того какая-то причина если вы именно воскресный день допустим работаете тогда вы можете предложить ребенку по воскресеньям ты будешь ходить в храм с бабушкой а вот в такие-то дни мы будем с тобой ходить почему потому что важно наша с вами родительская самая важная задача это чтобы наши дети выросли христиан чтобы наши дети любили ходить в храм чтобы это для них был как дом потому что иначе когда они повзрослеют они ногой туда не стопят и будут каждый раз находить отговорки или вообще их от вернет наша с вами задача чтобы они стали православными верующими людьми а для этого нам нужно привить желание а как привить желание ходить вниз не насильно не из-под палки а чтобы они это делали с радостью с любовью они должны любить ходить в храм а это возможно только если мы будем делать это с ними совместно вы не пишете о матери ребенка конечно здесь для как правило особенно любовь у ребенка к чему к чему бы то ни было развивается если именно мама делает что-то совместно с ребенком вы знаете я думаю что здесь такой частный случай и у меня к вам возникает очень много встречных вопросов для того чтобы дать тот ответ который сработает в вашем случае до который не породит какие-то травмы у ребенка поэтому отвечая на ваш вопрос ребенок будет из-за этого по-другому ко мне относиться да он может к вам относиться все зависит от причины часто родители говорят о том что мы с тобой не сможем сегодня пойти погулять потому что мне много работы для ребенка это не причина он этого не поймет даже если ему 10 лет когда ему 20 лет и он уже сам начал трудиться он может вас понять и вот когда ребенок вас по-настоящему поймет и вы при этом с ним ходите в храм по каким-то другим дням и тогда он будет знать что да воскресенье я хожу с бабушкой а вот в такие-то в такие-то дни я хожу с папой или я хожу с мамой то есть это надо как-то компенсировать это такой поверхностный ответ да то есть итогов для того чтобы породить любовь и желание в наших детях ходить в храм для этого необходимо чтобы мы вместе с радостью ходили в храм чтобы они чувствовали что это некий радостный праздничный день спасибо большое за вопрос пишите с радостью буду отвечать